Легче изобрести, чем получить патент. Сенаторы предлагают расширить возможности патентного поверенного. Того, кто предоставляет изобретателям юридическую поддержку. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Репортаж Екатерины Гудрявцевой. Новая технология на основе существующих гаджетов. Студент из России придумал, как управлять телефоном при помощи одних только глаз. Моргаешь три раза и музыка выключается. Денис говорит, это один из вариантов. У технологии большое будущее. Ее могут использовать, например, водителя. Не даст в дороге заснуть. Когда водитель едет за рулем, можно отслеживать зевки и редкие моргания глаз. И это является маркером того, что он устал. Технология еще дорабатывается, но патентовать ее Денис не хочет. Говорит, процедура долгая и ему непонятная. Но по закону только так можно защитить свое право как изобретателя. Если я что-то изобрел, я не хочу, чтобы конкуренты повторили и украли, так скажем, мою идею. Поэтому я ее описываю, рассказываю всему миру, как ее реализовать на практике. И за это я получаю 20 лет для изобретений срок охраны. Это период, в который я могу заключать сделки, пользоваться исключительно этим изобретением и предоставлять разрешение на использование этого решения третьим лицам. Ну вот этот, например, уже воровали. Своим уникальным пончиковым аппаратом Владимир Ильич гордится. Пончики подаются снизу и всплывают сами. Удобно. Но технологию украли конкуренты. За помощью инженер обратился к патентному поверенному. Специалисту, который помогает быстро и правильно оформить заявку на получение патента на изобретение. Вычленил оттуда самые главные элементы и превратил их в устройство, которое я патентовал. Это вот непосредственно сам дозатор, который организует подачу снизу. В России всего чуть более двух тысяч патентных поверенных, а в 23 регионах страны их нет вообще. Работа непростая. Нужно быть и юридически подкованным, и разбираться в той сфере, в которой помогаешь оформлять патенты. Половина всех выданных нами патентов мы выдаем после того, как по нашим указаниям, по замечаниям нашего эксперта, заявка дорабатывается. Но отчасти это недостаточная квалификация патентного поверенного, который неправильно оформляет заявку, неправильно раскрывает сущность изобретения. Четверть поданных заявок вообще не становится патентами. Мы отказываем. Сейчас работа патентных поверенных регламентируется федеральным законом от 2008 года, но юристы называют его рамочным, без конкретики. Поэтому сенаторы предложили дополнить закон и прописать стандарт работы патентных поверенных, закрепить на бумаге их права и обязанности. Появляется институт тайны патентного поверенного, то есть он должен соблюдать законодательство. Если ему изобретатель, разработчик передал какие-то документы, то он должен нести ответственность за неразглашение того объема информации, того пакета данных, которыми он теперь владеет. Он может создавать свой кабинет, может направлять патентные поверенные запросы в суд. Прописан его правовой статус, права, обязанности, ответственность. Кроме того, внесенный в Госдуму сенаторами законопроект предполагает наделение патентного поверенного правами адвоката, чтобы он мог представлять своего клиента в суде. И в перспективе в России может появиться профессиональное сообщество, федеральная палата, члены которой должны будут придерживаться строгого стандарта профессии, чтобы изобретения не лежали на полке, а патентовались и быстро, давая российским изобретателям быть первыми. Екатерина Кудрявцева, Иван Шабуров, Никита Васильев, программа «Сенат».